Деврел в Альфа-Банке Классный результат — концерт на 15 тысяч человек на спортивном стадионе После этого ушел немножечко в айтишку, попробовал себя во фронт-энде Там задержался ненадолго и, имея те софты, которые получил в ивент-менеджменте Перешел в CPO, управлял парочкой очень интересных продуктов И после этого понял, что, кажется, то, чем я занимаюсь Оно постепенно катится к тому, чем занимается Деврел И так я и оказался Деврелом А сейчас хочу рассказать, о чем поговорим сегодня Какой вообще посыл доклада, что хочу вам рассказать Во-первых, про эволюцию Деврелла у нас в Альфе С чего мы начинали и, грубо говоря, чем мы закончили Как вообще у нас сложилось количество задач, как оно сказалось на нас Во-вторых, о том, как сделать так, чтобы, когда прорывает дамбу Можно было управлять процессами и все было хорошо И как готовиться к тому, что делать, когда дамбу прорвет Начнем, наверное, все еще с истории, с того, как все начиналось в Альфе Во-первых, изначально собрали Деврел-команду Можно сделать отдельный доклад о том, как собирали Деврел-команду И, кажется, это нужно рассказывать не мне Я в ней просто оказался Мы оказались структурно в HR Мы находимся в HR-бренде Дальше у нас есть подразделение IT HR-бренд Где живут два Деврелла Человек, кто отвечает за ивенты Команда из дизайнеров и команда из технических писателей Я как раз Деврел, кто отвечает за определенный стэк экспертиз За работный сайт, за конференции И есть еще такая интересная штучка Программа KSM, это командные скрам-мастера Мы запустили новую роль в скрам-командах в банке И, кажется, это прям вообще отдельная тема И это отдельная тема, и отдельный доклад И об этом когда-нибудь, надеюсь, тоже вам расскажу Вот, живем мы в HR В HR на самом деле хорошо Но кажется, что это как раз привилегия Альфа-банка Потому что у нас прекрасная HRD И у нас огромная свобода действий И вы, наверное, видели тоже те классные проекты, которые мы делаем Это все с доверием HR-команды После того, как собрали команду, нужно было, наверное, определить А для кого нам нужно делать какие-то Деврел-мероприятия До этого в Альфа-банке была какая-то тусовка Она была не сильно организованная В основном HR-бренд помогал двум-трем центрам экспертизы Чтобы они могли как-то позиционировать себя вовне Мы же определили стэк IT и диджитал И набор экспертиз, которые мы будем развивать Как вовне, так и внутри После того, как определили, для кого мы все это будем делать Оценили рынок и выстроили аналитику Того вообще, как мы будем отслеживать И насколько эффективно мы делаем те или иные задачи И что вообще происходит на рынке Кто какие мероприятия делает Кто где участвует Как кто бренд меряет Кто-то через Экапси меряет Кто-то через бренд Аналитикс Мы смотрим везде И как только мы собирали Деврел-команду Как только мы начинали Мы имели довольно маленькую медиабазу Это сайт, это хаббер И это какие-то эти мероприятия Которые организуются сами по себе Когда же мы пришли Мы выстроили большой процесс взаимодействия Объединили все площадки между собой Плюс добавили пару площадок Завели YouTube YouTube перекочевал в ВК Потому что YouTube нам заблокировали И начали более системно подходить К организации медийных площадок И после этого мы начали работать Начали делать классные проекты Как говорится, у нас был план И мы его придерживались На самом деле план очень простой Это стратегия У нас у IT HR бренда есть стратегия Ее можно назвать большим словом Альфа-банк Это технологичный банк Альфа-банк это технологичная компания Компания, где живут айтишники Где мы делаем классные продукты И по сути, если там, грубо говоря Сделать овервью всей стратегии Это все декомпозированные задачи Из того, что мы технологичный банк И вот мы имели эту стратегию И планировали мероприятия Для тех или иных центров экспертиз Перед тем, как все это, естественно, делать Нужно было для команды все собрать Где-то в одном месте Так как у нас не было никакой площадки Где мы вообще вели список задач И того, что мы вообще и как делаем Так как у меня бэкграунд CPO Мы решили, что мы переедем в Notion Мы завели очень красивый Notion Сделали там много баз данных Засунули туда стратегию И, в принципе, сам Notion Он получился очень-очень классным для команды И помимо того, что мы собрали все в Notion Внесли туда все планы Мы решили, а почему бы нам из этого же Notion Для каждого центра экспертизы Не сделать выгрузку Типа, смотрите, вот, допустим, вы аналитики Вот там, грубо говоря, фильтрация по тегу аналитиков Вот для вас на одной страничке Все мероприятия, которые мы делаем Куда вы можете отправить своих аналитиков Куда вы можете отправить людей, кто в этом заинтересован Вы видите ответственного из IT-бренда Кому вы можете об этом написать И вроде бы все круто Классная штука Мы ее разослали Мы это раскатали на каждый центр экспертизы Всем разослали У всех наших партнеров Внутри банка было понимание Что мы делаем и для кого И как туда подключиться Но к этому мы еще вернемся Ну и работали Работали, делали мероприятия Делали большие интересные мероприятия Но сегодня я здесь рассказываю не о том Что мы делали, а как мы делали И помимо того, что мы делали большие Охватные мероприятия Мы рассказывали о себе внутри Так как вы помните Если мы вернемся чуть назад У нас есть задача охватить все центры экспертиз Чтобы каждый центр экспертиз Грубо говоря Взаимодействовал с Диврелом И умел И знал, к кому идти Если хочет позиционировать себя внутри Или вовне Соответственно, для этого Мы ходили на разные встречи Дирекции, команд, отделов Куда мы только не ходили И где мы только не рассказывали о том Что у нас в банке, оказывается, есть Диврел Мы делаем это, это, это Если вы хотите, допустим, написать статью Поехать на конференцию Мы вам поможем Мы вас проконсультируем Мы сделаем так, чтобы вам это было максимально комфортно И мы этого ждали Но после таких активностей Когда мы начали рассказывать о себе И показывать какие-то результаты К нам стало приходить больше запросов И это как раз про ту самую дамбу К нам стало приходить слишком много запросов И тут сразу же, опять же, мы вспоминаем Что у нас есть стратегия У нас есть стратегия HR-стратегия Альфа-банк, технологичный банк Через которую мы эти запросы фильтруем Дальше у нас есть рынок На который мы смотрим И типа, окей, если, допустим, сейчас для джавистов актуально на рынке мероприятия Мы его тоже делаем И важный поинт, через что мы тоже пропускали эти запросы Это уровень вовлеченности того подразделения Которое к нам приходит Мы, так как у нас довольно небольшая команда Когда у нас 9000 IT и Digital Crowd в Альфа-банке Очень важно, чтобы подразделение было тоже вовлечено И помогало нам в организации того или иного мероприятия Иначе без партнерства невозможно ничего сделать Потому что просто не хватит рук И мы, допустим, будем всем подразделениям делать мероприятия Допустим, для дата-сайентистов Они сами тоже должны быть вовлечены И готовы помогать всем На что у них есть ресурсы или возможности И очень сильно изменилась на самом деле картина Когда мы только начинали На первом и втором квартале 2022 года Мы составляли планы, что мы будем делать сами То есть мы как бы садились, смотрели на рынок На стратегию, смотрели на то, что у нас есть Такие, ну, значит, вот будем здесь делать это Здесь это, здесь это Там пойдем найдем джавистов Тут пойдем найдем аналитиков Их замотивируем, с ними сделаем Во второй половине года ситуация изменилась кардинально И мы составляли планы, исходя из того Что хотели не заказчики Это прям профессиональная деформация Через которую тоже я считаю Что это отдельная эволюция у нас внутри IT-бренда в Альфа-банке В первом и втором квартале Мы смотрели на бизнес-партнеров, бизнес-заказчиков Как на тех, кто приходит к нам с какой-то задачей Типа там, решите, пожалуйста, вот это Сейчас для нас это центры экспертизы Сейчас для нас это партнеры Это те, кто приходят к нам не с задачей А с запросом и с просьбой о помощи И с просьбой о совете И сейчас мы ведем взаимодействие с центрами экспертизы Исключительно как с партнерами То есть если там кто-то к нам приходит с задачей Мне нужно срочно сделать метап Это не ок Давайте разбираться, для чего вам нужно срочно сделать метап Из-за чего он вдруг стал срочным И так далее, и так далее, и так далее Давайте декомпозировать Тут мы выступаем уже в роли экспертов А не в роли просто агентства Кто бегает там и исполняет те или иные запросы бизнеса И вспоминаем про прекрасный Notion К нам стало приходить больше запросов Мы все еще ведем весь наш бэклог в Notion И кажется, что нашим партнерам, нашим центрам экспертизы Должно быть все понятно Можно все время зайти на посылки У всех есть ссылка Посмотреть, что мы делаем И вроде бы все норм Но нет Этого не хватает Этого сильно не хватает И получается такая история Что к нам в личку приходят партнеры за статусом Партнерам непонятно, что мы пишем в Notion И что это за мероприятие Кто-то, у кого-то он просто не загружается Из-за того, что он на пару дней там отваливался И из-за этого мы понимаем Что примерно мы вот выглядим вот так И нас просто каждый раз дергают Типа, а что это у вас тут за мероприятие А какой тут статус, а тут какой процесс И тут мы научились Мы научились это лечить И сделали немножечко шаг назад И подумали над тем А какие инструменты использовать для того Чтобы доносить вообще нашим партнерам Нашим центрам экспертизы Статус тех задач, которые мы делаем И что вообще с ними мы планируем сделать Как они могут в этот бэклог встать куда-то с чем-то своим И как вообще выстроить какой-то более-менее понятный фреймворк И первым этапом мы сделали стратегию развития Для каждого центра экспертизы Сели с каждым партнером И прямо крупно в крупную клетку прописали Примерно все то же самое, что в нашей DevRel стратегии Только конкретно для этого центра экспертизы То есть там не для всего банка А допустим не Альфа-банк, технологичный банк А центр экспертизы Data Science На рынке там допустим самый лучший Для Data Science специалистов И это все декомпозировали на то, какие задачи мы будем решать В 22-м году и в 23-м И в следующий раз, когда к нам будет приходить экспертиза С историей «Мне нужно срочно сделать это» Мы можем сказать «Ребята, стоп, у нас есть план У нас есть план, который мы с вами обсуждали Давайте смотреть сначала на него Если там мы не закрываем эту задачу Давайте думать, как мы можем скорректировать этот план Чтобы нам стало всем легче жить Ну и, соответственно, так выглядел Мы в итоге собрали эту стратегию продвижения каждого центра экспертизы В Excel-ке Потому что Notion по практике оказался для наших партнеров сложным инструментом И мы спустились на шаг назад и сделали сильно попроще Сильно попроще и стало сильно понятней И прямо с зеленым выделяем то, что сделано С желтым то, что делается И красным то, что решили не делать И этот инструмент зашел Видимо, это прямо на болевшем Я рад Дальше история с регулярным статусом До этого у нас были какие-то синки с командами Но эти синки были не сильно регулярные То есть они были от запроса Есть что-то, что обсудить Ставим звонок всем в календарь Садимся, обсуждаем Сейчас с каждым центром экспертизы, с кем мы взаимодействуем У нас есть конкретные встречи каждую неделю Или каждые две недели В зависимости от того, насколько центр экспертизы большой И насколько он вовлечен в то, что мы с ними делаем И на этом регулярном статусе мы проходимся по той самой Excel-ке Где есть статус каждой задачи Все комментируем Очень важно показываем результаты Что сделали, что делаем, что собираемся сделать И там же собираем какие-то запросы более текущие Просто постоянно находимся в контакте И обсуждаем, а что вообще еще можно сделать Чтобы жить стало еще и еще лучше И тогда мы чуть-чуть корректируем наш фреймворк По работе с теми самыми запросами К стратегии добавляется персональная стратегия Там же остается история с оценкой рынка Там же остается история с оценкой уровня вовлеченности Насколько центр экспертизы готов вообще вовлекаться И с финансовой стороны, и со стороны ресурсов И со стороны людей Чтобы сделать ту или иную задачу И, естественно, добавляем туда регулярную синхронизацию По тому, что мы делаем, чтобы оставаться на одной волне Чтобы не было такого недопонимания Как на той картинке, где мы одни И к нам все приходят А что здесь, а там что? А может еще что-нибудь сделаем? Кажется, мы с вами мало делаем И на самом деле главный мой посыл доклада Это вот этот фреймворк Мы смогли его собрать и запустить Еще не со всеми центрами экспертиз, но самыми ключевыми Это то, что у нас есть понятный процесс Того, как нам попасть в бэклог Либо к нам приходит партнер Либо мы сами смотрим на рынок И генерим какую-то идею в зависимости от персональной стратегии Дальше ее верифицируем еще раз Пропускаем через все фильтры После этого только ставим в бэклог И потом берем в работу Договариваемся о каких-то конкретных результатах Показателях И постоянно синхронизируемся с нашими партнерами Как-то так Готов ответить на ваши вопросы Отлично, спасибо тебе большое Так, давайте Вот у нас молодой человек Ну, с улицы Что делаете с мульти-шейпами? Ну, я услышал, что мероприятие по центру экспертиз А что с кросс-функциями? Работаете ли с ними или нет? Кросс-функция? Мы сейчас Мы еще до этого уровня Еще не эволюционировали Мы занимаемся тем, что кросс-функции Просто можем собирать В какие-то внутренние метапы Внутренние встречи Внешние метапы Ну и все У нас нет истории с бизнес С каким-то подходом к мульти-шейпам Мы просто можем дружить Их между собой рассказывать Типа, смотрите А еще у вас есть обияющики Кто за эту экспертизу отвечает Ну, дружить только по их запросу Или вы сами делаете такие штуки? Например, не знаю На днях будут там продуктовые метапы На тему дискавери Кажется, что исследователи К ним должны относиться Но нет, туда зовут только продуктов Зовем Если мы говорим про метап Где будет обсуждаться там, грубо говоря И продуктовая история И техническая Зовем всех Естественно И технорей И Мотивируете и тех, и других Да Спасибо Отлично Хороший был вопрос Давайте вот здесь вот С первого ряда возьмем вопросик Да, привет Привет, спасибо за вопрос Лена, представься, откуда ты? Лена, Яндекс Клауд Вопрос такой Бывает ли конкуренция Между Центрами экспертизы За вот Ваши ресурсы И как справляетесь? Пока не встречались Потому что у нас есть Общее Понимание, грубо говоря Вот всех центров экспертиз И того, что с каждым Мы должны сделать там Грубо говоря Общее количество активностей С кем-то побольше В зависимости от рынка В зависимости от внутреннего запроса И пока не встречали такого Что к нам приходили наши партнеры И говорили А почему с этими больше, чем с нами? То есть тут и история Скорее всего и корпоративной культуры Что люди приходят Не с запросом А почему с этими больше А давайте с нами больше И вот с этим мы как раз Работаем через Персональную стратегию Понятно Спасибо за вопрос И давайте микрофончик На второй ряд сразу И потом вот там Молодого человека был вопрос Да Туда микрофончик Миша, спасибо Насте из ВК Есть Есть Такие как бы Два вопроса связанные Супер понятно Что Альфа-банк Должен быть Позиционироваться Как самый технологичный банк И чтобы было понятно Что там классная айтишка Как будто это очень внешняя задача Я хотела спросить Есть ли у вас задачи Решаете ли вы внутренние задачи Центров экспертизы? Может быть у них тоже есть Какие-то задачи Это как бы первый вопрос Вы только про внешнее Или внутри тоже что-то делаете? И внутри в том числе Если мы будем декомпозировать Грубо говоря задачи Альфа-банк Технологичный банк То это не только внешняя задача Но и внутренняя То есть и внутри должен быть Действительно классный порядок То есть то, о чем мы рассказываем Оно должно происходить И как допустим Вот я сказал Есть отдельная тема для доклада Мы запускаем на 300 продуктовых команд Новую роль Супер, класс И вот связанный второй вопрос Поэтому я быстренько Есть ли какие-то люди Условные помощники А-ля дублирующая функция Диврела Внутри этих центров экспертиз Которые вам помогают Или это всегда Какие-то технари Продакты и так далее Они сейчас начинают там появляться На данный момент их нет Но постепенно Это остаются Те же самые продукты Те же самые технари Но они уходят в историю того Что теперь мы будем помогать бренду Делать задачи Но со стороны экспертизы Супер, спасибо большое За вопрос Давайте сначала молодой человек А потом вот сюда микрофончик Привет, спасибо за доклад Очень интересный Я все еще Коля Все еще из Литрес У меня прям напрашивается шутка То, что у тебя опыт фронтендера Там был написан А в экспертизе у тебя Java У вас там тоже они путают Java JavaScript или как Ну а реальный вопрос На последнем слайде у тебя было По поводу проработки запросов От каких-то партнеров И у тебя было то, что вы берете В бэклог в работу И в конце договариваетесь о результатах Почему не наоборот? То есть это же получается Дефинишно в данном вы договариваетесь Или как? Мы берем в работу запрос Не задачу То есть мы там, допустим У нас в бэклоге стоит решить боль То, что, допустим В каком-то центре экспертизы Увеличилась настолько-то текучка И когда мы это уже взяли в работу И декомпозировали Тогда мы договариваемся о результатах Ну то есть вы не в смысле Вы взяли прям в работу Вы уже начинаете Вы как бы накидали план того Что делать Потом говорите Какой будет результат То есть это как R&D провели И потом объявили Все, понял, спасибо Спасибо большое И вот давай Миш, спасибо большое Люб БКС И на самом деле Тоже мой вопрос Немножко вот предыдущий Относительно результатов Перед каждым центром компетенции Насколько они различны Или как я вот поняла Там что-то от задачи зависит Вот можно узнать Как вы перед ними отчитываете Кроме того, что Эту задачу сделали Это в процессе и так далее И есть как-то Какое-то общее value Вот что вот Именно подойти брендом Подразумевается Я сейчас не говорю Про стандартную аналитику Которую мы там все там ведем А вот именно Какие-то может у вас Персонализированный подход Но вот как раз на этапе Когда мы договариваемся О результатах Мы, грубо говоря Фиксируем какой-то KPI Который мы будем мерить Для Тут абсолютно Персонально От каждого запроса От каждой боли Будет абсолютно там Разный KPI Некоторые задачи С которыми к нам приходят Допустим К нам могут прийти С историей А наймите нам Через метап Икс человек Тут сразу же нужно Откатываться назад И говорить Ребята Стоп Метап вообще-то Не про найм Для чего вам это нужно Если нанять Давайте мы пойдем В какую-нибудь Историю One-day-офера Или фасттрека А бюджет Они вам дают На все это делать Вот тут Как раз Та самая история Про партнерство Какая-то часть денег Есть у нас И мы В принципе Можем распоряжаться Только ими Но всегда можно Прийти и сказать Смотрите У меня есть два батона Если вы найдете Еще один батон То получится Вообще Суперпекарня Спасибо, Миш Так Давайте Я не увидел Спасибо большое Да Я Маша Я деврел Тиньков Слушай, у меня на самом деле Такой вопрос Мы на ВК-фесте Летом Были на круглом столе С вашими коллегами По-моему Настя И кто-то еще Они говорили Что они деврелы Вот И мы когда говорили Про метрики И вообще про все Дискутировали Они сказали Что для них Найм Это прям То есть Это не сходится С тем Как мы работаем И они говорили Что они смотрят Свою эффективность По найму И прям смотрят Через сквозную аналитику Кто посмотрел страницу А потом кликнул Зваться на вакансию А ты говоришь Что у вас это тоже Ну как бы не метрика И это напрямую не работает Я в принципе с этим согласна Просто Твои коллеги Прям Очень Да Очень активно Об этом говорили Вот Расскажи Смотри Мы очень Быстро растущие И взгляды И позиции у нас меняются Вот сейчас С июля поменялись Ну Ты видела Что грубо говоря Июля Это был еще второй Квартал И тут история С тем Что Сейчас Да Во-первых Мы можем Это перенести К нашему Девреллиду Да Я могу ответить А можно Тогда сюда Потому что Как бы это продолжение Ответа Помощь зала Давайте Давайте Поаплодируем Это 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 Алена Малкова Наш Девреллид Да Я Алена Я Девреллид Я не алкоголик Я могу Ответить на Твой вопрос Он резонный Команда Деврелов У нас Появилась С ноября 2021 года И все Что мы Сейчас Натворили Это Произошло Считай За год У нас Были Колоссальные Цели Найма В первый Квартал 2022 года Просто Колоссально Мы там Наняли 2000 Айтишников Это Просто Офигенный Крутой Результат И чтобы Этого Добиться У нас Были Четкие Цели Помочь Рекрутерам Это Сделать Мы запускали Шесть One day Оферов Для разных Центров Экспертизы И конечно же Мы смотрели На то Сколько Зайдет Аудитории На конкретный Лендинг Сколько Придет На первое Собеседование На второе И сколько За шесть Часов One day Офер Мы наняли Поэтому Это было Резонно Для первого Полугодия 2022 года Мы Подросли Мы Действительно Понимаем Что Мы партнеры И сейчас Все что связано С загрузкой На нас Мы декомпозируем На партнерство То есть мы Распределяем Вот часть Мы делаем Как специалисты Часть делают Рекрутеры Как специалисты Они закрывают Свой функционал И этот же функционал Мы делим На СПО На ПО На лидов Разных центров Экспертизы Они тоже нам Помогают Не так что Вот делайте Задачу Все мы побежали Подросли Можем декомпозировать Умеем И это практикуем Надеюсь Ответила Да Давайте поблагодарим Докладчиков И на этом мы закончим А если остались вопросы То можно будет ответить Поймать их В кулуарах И соответственно Заловить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому